Предвыборная кампания в России вступает в завершающую стадию. У партии кандидатов осталось чуть более суток, чтобы донести до избирателей свою программу. Уже в субботу любая агитация запрещена. Между тем, в некоторых районах Приморья, пострадавших от наводнения, голосование уже завершилось. Дмитрий Кочетков подробнее. Удар стихий не помешает провести выборы. В пострадавших от наводнения районах Приморского края прошло досрочное голосование. Все необходимое доставили на участки вовремя, в том числе на вертолетах Минобороны, внедорожниках и моторных лодках. Здравствуйте. Добрый день. Выборы 2016. Участковые комиссии подсчитают бюллетени в этих районах за один день. Но результаты станут известны только вечером 18 сентября, когда закроются участки во всех регионах. Ко дню голосования готовятся и в штабах политических партий. Единороссы переходят на круглосуточный режим работы. В это воскресенье на каждом из 95 тысяч избирательных участков будут наблюдатели от партии власти. Если же будут какие-то отдельные случаи, нарушения, то я прошу всех наших наблюдателей, региональное отделение, максимально жестко реагировать на эти нарушения, на эти провокации. Кроме того, Единая Россия отправит в регионы для помощи наблюдателям свои мобильные юридические группы. Эта компания отличается от предыдущих своей открытостью и обращенностью к избирателям. Я надеюсь, что люди это почувствуют и что они придут и проголосуют, отдадут свой голос той партии, которой доверяют. Глава фракции Единоросса в Думе 6-го СССР Владимир Васильев сегодня был в Тверской области, от которой он избирается по одномандатному округу. Васильев принял участие в церемонии передачи региону 10 школьных автобусов, 12 автомобилей скорой помощи и реанимобиля. Важно, что правительство в условиях довольно-таки сложных, экономических, сумело изыскать дополнительные ресурсы. Не только нашему региону, вот 23 автомобиля дополнительно выделены, за что, конечно, мы признательны. В предпоследний день разрешенной агитации все партии пытались так или иначе заявить о себе. Либеральные демократы митинговали у памятника героям революции 1905 года в центре Москвы. Владимир Жириновский говорил о том, что России не нужны потрясения и призывал избрать в парламент профессионалов. У нас не космический полет в Государственной Думе, и ни театр, ни филармония, ни союз писателей, ни выступления фигуристов. Там должны сидеть юристы, экономисты, инженеры, чтобы принимать те законы, которые улучшат нашу жизнь. Улучшить жизнь поможет подъем производства. И свежая партийная пресса, не отходя от станка. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов раздавал автографы и фотографировался. С рабочими Московского инструментального завода говорили не только о политике, но и о спорте. У нас бордаковский уголок. Я волейбол. За кого болеем? В качестве сувенира Зюгановы преподнесли продукцию предприятия. Эта червячная фреза используется для обработки деталей. Вот так почаще бы на завод ходили, давно бы промышленность подняли. Будем сильными, образованными, умными и промышленно развитыми. С нами будут считаться все в этом мире. Тогда не будем гадать по неделе, кто там будет в Америке президентом. Другая оппозиционная партия «Справедливая Россия» строит свою избирательную кампанию на решении проблем ЖКХ. Сергей Миронов общался со своими сторонниками дистанционно, с помощью телемоста. Говорили о незаконных поборах со стороны управляющих компаний и ТСЖ. За полтора года работы Центра защиты прав граждан мы добились того, что управляющие компании сделали перерасчеты и вернули людям 29,8 миллиардов рублей. Наша задача добиваться того, чтобы прокуратура не спала, а чтобы тоже они реагировали на нарушение закона, на нарушение прав граждан, когда их просто грабят. Стройка в подмосковных мытищах стала площадкой для разговора об ипотеке. Сюда приехали лидеры партии «Роста». Снижение процентных ставок – одна из программных целей. Уменьшить ипотеку до 5%, а для этого надо приблизительно 150 миллиардов рублей, и снизить первоначальный взнос до 10% от стоимости квартиры, строительство может быть увеличено в три раза. В три раза у нас могут сдаваться больше квартир для населения. Завтрашний день критически важен для кандидатов. Агитировать будет можно до полуночи, а в субботу любая агитация запрещена. Избиратели смогут спокойно подумать и решить, за кого поставить галочку в бюллетене. Дмитрий Кочетков, Анна Заякина, Первый канал. Дмитрий Кочетков, Анна Заякина, Первый канал. Продолжение следует...